Площадь церемониала в Брестской крепости сегодня в буквальном смысле слова блестела от золота погон и шевронов на мундиров будущих защитников союзного государства. Гражданско-патриотическая смена учащихся за честь отчизны посещала областной центр в рамках образовательно-просветительской программы. Больше новых друзей стало. Беларусь увидели все. Понравилось очень. Рассказали крепость, крепость, Брест. Ну, обо всех местах рассказали больше всего. Общаемся и с беларусами, и вообще со всеми, кто приехал. Живем с Курском, с Оршей. Ну, со всеми. Все эти ребята уже избрали для себя профессиональную дорогу. Их судьба будет связана с делом защиты граждан. Миссия не из легких, однако у молодых людей есть пример для подражания. Ветераны Великой Отечественной войны. Сегодня они дают на пусты и будущим защитникам Отечества. Я вам скажу, что я ни одного дня, ни одной минуты не пожалел, что я посвятил свою жизнь этой очень нужной профессии защищать Родину. Ну, а вам желаю всем участникам, кадетам. Вы правильный выбор сделали. Или еще подумайте. Но запомните. Защищать Родину – святое дело. Гражданская патриотическая смена учащихся союзного государства проходит уже в 12-й раз. За эти годы через Зубрёнок прошло большое количество молодых людей, каждый из которых дорожит главным, что дает такие встречи – общение со сверстниками и, конечно же, объединение во имя будущего. Огромное спасибо вам, что вы поддерживаете, поддерживаете добрые традиции сохранения исторической памяти. Это очень важно. Пока мы помним, мы непобедимы. Пока мы помним, у нас есть будущее и настоящее. Для нас это очень важное и знаковое событие. Здесь, на этой площади, собрались 500 кадет и учащихся военно-патриотических классов Беларуси и России. Надо сказать, что делегаций 42. Каждая из делегаций формируется у нас в центре в отряды. В отрядах 24 человека. Одна делегация российская, вторая белорусская. И вот надо сказать, что за 12 лет ребята сдружились, дружат уже своими кадетскими училищами. У Вечного огня участники мероприятия возложили цветы в знак общей памяти о событиях 40-х, что объединили представителей разных народов и государств. Заставили взять в руки оружие и сражаться. Сражаться за каждую пять общей родины Советского Союза. Сегодня важно беречь и укреплять мир, доставшийся такой дорогой ценой.